МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ... Чуть-чуть фон... Зал не подготовлен, даже покажу таких картин. У меня это было сильно шоком, когда я стал слушать и не услышал и в десятой части того, что туда было вложено. Ну, будем надеяться, что в других залах будет прокатываться как положено. Ну, все. Вась, работа? Да, да, да. Владимир Иванович, давайте начнем с самого начала. Скажите, пожалуйста, как у вас появилась идея снять фильм из жизни немцев? То есть, как она возникла? Знакомы ли вы были с этой спецификой? Нет, я не был знаком с этим миром нисколько. А сценарий почитать из жизни немцев дал мне Владимир Меншов. Позвонил, предложил посмотреть. Я посмотрел и сразу же ответил «Да», потому что давно уже хотел снимать историю, национальную такую историю, да, и это был очень материал, кстати, там все было то, о чем я мечтал. Тем более, что был первоисточник, это полисти Анны Павловны Неркоги, енецкой писательницы. Вот, и моей задачей было просто понять и сформировать этот сценарий, который это был первый вариант самый, вот, и сами повести написаны таким поэтическим языком, это всегда сложно переносимо на экран, вот, и в результате каких-то раздумий, там, работы, я оставил одну основную линию, это ему привозит мать жену, а он отказывается от нее, потому что у него есть девушка, которую он любит. Вот, собственно, эту линию и две другие, это было просто в параллель, чтобы как-то поддержать и обогатить друг друга. Это вот история, значит, Хасавы, к кому приезжает дочь и сын, вот, и Сибируя, к которому приезжает эта же Анника. Собственно, начав работать над материалом, мы потом поехали в те места, поездили, посмотрели, побывали на стойбищах, кослались с ними, то есть скочевали с кочевниками, сгоняли оленей, в общем, делали все то, что должны были делать они, вот, и это нужно было для того, чтобы уложить этот материал внутри, понять какие-то моменты их жизни, самые важные. Потом были еще экспедиции, потом мы уже стали отбирать там на месте, на предметах актерских работ людей. В общем, вся эта работа, предварительно, это и было знакомство с этим миром. Ну, для себя я его открыл именно во время этих небольших поездок. Вот, и уже, когда мы приехали снимать, было уже понимание этих моментов, деталей. Ну, и рядом были всегда два консультанта, оттуда Ненко и Ненец. Это Матарас Галина Ачембоевна и Худи Евгений Варевич. Они постоянно консультировали, подсказывали, и мы могли снимать кадр, и снимали только после того, как они говорили, да, это вот так и происходит. Для меня это было важно, потому что, иначе зачем было браться и ехать туда, и все это поднимать, если не делать это точно. Поэтому вопрос, ну, скажем так, соответствия, это был самый главный вопрос. Естественно, по умолчанию была художественная задача, там, определенная художественная задача, которую мы решали. Вот так как-то. Скажите, а местное население, к которому вы приезжали, участвовали в перегонке оленей и так далее, как они вас восприняли, как они отнеслись, враждебно, не враждебно, с любопытством? Нет, враждебно никто не относился. В общем, по-разному относились. Кто-то сдержанно, кто-то, значит, наоборот, горячо, можно сказать. Но вообще они люди не праздные, поэтому, когда мы находились там, мы их так или иначе все равно отвлекали от их жизни. Там вообще это все расписано поминутно, потому что нужно все успевать. Это гигантский труд просто. Конечно, мы их отвлекали, но я никогда не замечал, чтобы это как-то выражалось в каких-то враждебных действиях или еще. Наоборот, когда они узнавали, что мы хотим, естественно, они старались, в общем, как-то помочь по-своему. За что я им благодарен всем. А вот их быт и эти особенности, они переданы точно? Или все-таки есть какие-то гиперболы, допустим, привлечения? Нет, мы старались это точно передать. Где-то, скажем, мы не все смогли, потому что невозможно все в одну картину впихнуть. Это нереально. Но, скажем, в рамках того, что мы делали, в общем, все сделано адекватно. Это я просто себе ставил целью. И, в общем, во всем мы старались это делать. Я хотел спросить еще насчет гиперболы не только от каких-то бытовых деталей, но и в сюжете. То есть, действительно ли так у них происходит, что молодому человеку могут привезти жену, которую он даже не знает? Или действительно ли возникают какие-то такие конфликтные ситуации, как, например, у Хасава возникли с его сыном и так далее? Конечно, конечно, это все может быть. Тем более, что это есть в первоисточнике. Поэтому линия эта есть. Мы брали не с Луны все это, а вот именно оттуда брали. И там это существует. Это все оправданно той жизнью. Тем образом жизни, который там ведут, и это все абсолютно укладывается в рамки этого мира. Это, может быть, с нашей точки зрения это выглядит как-то странно. Но вот у них это так. Это все, мне кажется, это все очень точно. Все это как бы соответствует моменту. Здесь нет, скажем, какого-то несоответствия, что ли, каких-то, как слово-то, выпало. Очень органично все это, на мой взгляд. Он же ее не выгнал. Он же как бы, да, ну привезла и привезла. Он же не будет говорить, вы уезжаете сюда, да, вот если так вот по жизни не будет говорить. Он, собственно, вел себя очень пиджитменски, да, к определенному моменту. Просто она стремилась, в общем, эти стену эту разрушить между ними, она стремилась его развернуть к себе, да, и ее действие, оно постепенно как-то начинало влиять на его жизнь, да, и он уже стал как-то отзываться. И в какой-то момент даже было искушение. Поэтому мне кажется, что это все... Во всяком случае, я в это поверил. А вот цивилизация, которая у вас показана там, то есть элементы такие цивилизации, они предстают каким-то очень порочным, может быть. То есть вот Павлуша, допустим, или там, давай, водка, которая продает, которая продает какие-то левые билеты на вертолет и так далее. То есть здесь заложен какой-то конфликт, скажем так. Ну, это не левые билеты, это просто там действительно проблема транспортная существует, там, скажем, трудно перелететь, если это там за месяц-то не купил билеты, не перелетишь там из одного пункта в другой. То есть это все реальные существующие сегодня проблемы. Поэтому это не левые билеты, это как раз самые реальные билеты, просто он использует свои связи для того, чтобы получить эти билеты вот конкретно по этому заказу, для этого заказа. Вот он использует свое положение. А то, что, скажем, кто-то нажимает, мы там видели, в общем, реальную вот эту надпись. Бивни Мамонта. Бивни Мамонта, это реально, даже сфотографировал, даже там не одна такая надпись была. То есть это все и сегодня имеет место. То есть люди, в общем, выживают, они как-то пытаются там свои интересы отстаивать. И эта торговля, она имеет место. Я бы не сказал, что она как бы там процветает, но факты там и история, которая у нас там существует, у них денег нет. Он не может пойти в магазин и купить. Он и нет. Поэтому поменять. Где ему поменяют? Вот поменяет, эта барыга меняет ему. Вот, собственно, себя подоплек-то. Ну да. Тем не менее, складывается такое ощущение, что их грабят, их спаивают. То есть цивилизация, наверное, какой-то вред. Нет, в моментах никто не спаивает. Они сами, если хочет он пить, он сего поехал и купил. И я хочу сказать, что вот, будучи там, мы когда, значит, снимали, я поначалу боялся, что будут такие случаи. Нет ничего подобного. В общем, держалось все очень прилично. Только в конце там был один срыв, так скажем. Но я думаю, что это все еще можно оправдать тем, что у них действительно тяжелый труд. Это очень тяжелый труд. И в какой-то момент они расслабляются просто. Я не могу сказать, что это было что-то такое безобразное. Нет, это просто было расслабление. Вот и все. А в каких условиях работала съемочная группа на Ямале, я так понимаю, снималась? На Ямале снималась, да. Работала в трудных условиях. Нет, ну старались как-то там и кунги отапливать все, и надувные палатки с теплым воздухом. Но работал генератор, который периодически выбивало просто из-за холода. Выбивало сколько раз, много раз выбивало. И пытались там его заменить. Привезли из Москвы генератор, а он не может проехать. Он там стоит, бедный. Почти так его и не использовали там в результате. То есть условия суровые. И в чумах очень много спасалось. Чумы теплые внутри. Там можно зайти, согреться, попить чай. В общем, люди, которые ехали туда, я хочу сказать, их никто не гнал. Их не заставляли. Наоборот, сразу объясняли, что это холод, что если они, допустим, откажутся, то их поймут. И поехали те, кто, собственно, скажем так, не боялся, кто хотел. Ну, кто в душе романтики, и хотел посмотреть, проверить себя. Вот те и поехали. За все время было, по-моему, один, по-моему, или два случая, когда, значит, там люди не выдерживали. Но это единичные моменты. А как долго снимали вы? Мы снимали в результате, если все объединить, где-то чуть больше двух месяцев. Сами съемки были. Я объединил все съемки вместе, потому что там мы снимали чуть больше месяца, и потом еще интерьеры снимали тоже. Меньше там 18 съемочных дней. Да, два месяца получается все. Понятно. А все, кого мы видим на экране, это профессиональные артисты или же местные жители? Нет, разбавлено все. Там есть и местные жители. Вот, скажем, когда она приехала сватать своему сыну невесту, девочку, вот ей все объясняет. Это коренная Нинка, она из Салихарда, из-под Салихарда. Мы ее привезли. Она, как актриса, абсолютно четко сразу все вошла. Практически с первого кадра все сделала. С первого дубля все сделала. А, это женщина, которая говорит, старшая до 16-ти? Да, 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 да. Это вот Нинка. Потом Нинец, который постоянно пришел, говорит, жениха привез. Потом дальше по фильму он периодически появляется. Это тоже Нинец. Очень хороший, как и актер, он хороший охотник. Он там столько внес, его взнос в картину, он бесценный. Опыт он подсказывал постоянно, он какие-то вещи очень важные говорил, чтобы у нас это все не вступало в конфликт с тем, что у них там. Поэтому я могу с уверенностью сказать, что мы сделали адекватную работу. Актеры ваши, насколько они органично себя чувствовали в этих условиях, и как у них складывались отношения с местными жителями, насколько они перенимали их в какие-то... Ну, местные жители иногда путали. Они думали, что это Нинцы. Потому что, когда наши актеры приобретали навыки, то действительно уже грани как-то стирались. Тем более, они в этих же одеждах. И у них спрашивали, с какой ты тундры. Потому что там так определяют. Ты с какой тундры? Я с Ямальской тундры. А ты с какой? Я вот с такой-то тундры. То есть там это все по тундрам. Как у нас по городам, поселкам, у них по тундрам. И это стиралось, да. Ну, в какой степени, я не знаю. Но, на мой взгляд, задачи, поставленные перед ними, они выполняли. Меня это устраивало. Понятно. Все-таки, возвращаясь к теме, допустим, сосуществования, какой-то цивилизации, условно говоря, и жизни коренных народов, так далее, насколько вам интересна эта проблема? То есть вы говорили о том, что хотите снять такое этническое кино, что вам интересно жить в малых народах. Насколько вам это было интересно? То есть проблемы, которые возникают между местными жителями? Я считаю, что об этом надо говорить, и это надо снимать. И, в общем, история, в общем, ну, скажем так, замысел-то с Павлом, он как раз и заключался в том, чтобы, в общем, попытаться проследить вот эти взаимоотношения, насколько это все, значит, может гармонично существовать. Пусть это в такой форме. То есть там не было ни вражды, там не было ни вот этих вот модных в нынешние времена вот таких вот национальных проблем, то есть взаимоотношений разных. Там этого нету. Да? Там как бы есть другие, другого рода проблемы. Проблемы выживаемости, там экономических каких-то взаимоотношений. Это есть. Поэтому мы старались это в картине передать. Но поскольку сам сюжет, он как бы не про это все-таки, да? Это все-таки вот про какие-то внутренние проблемы, семейные проблемы, тундровая семья, да? Поэтому это заняло столько места, сколько вот надо было для того, чтобы увидеть это и все. И подчеркнуть. Тем не менее, вот сын Хасава, он выступает таким практически абсолютным злом, можно сказать, то есть по каким-то даже своим повадкам. Я бы не сказал, что это зло, просто он так понимает, он так считает. И формально он прав. Вот формально, да? То есть откинуть там такие, скажем, моральные аспекты, какие-то еще там жалость там все. Он прав. Часть стада, это принадлежит ему. Другое дело, как он это добивается. То есть как он, значит, он же по сути дела его разорил отца, да? Потому что уничтожив стадо, один раз, ты, скажем, помешаешь, в общем, оленевода средств к существованию. Для них стадо, это, скажем так, для европейца какое-то вот имущество, которое, значит, приносит доход и позволяет жить. А тут еще и больше, потому что это олени. Он говорит, олени не деньги, это образ жизни. Это система отношений с природой. Поэтому здесь, когда сын с дочерью приезжает и по сути дела делает отца нищим, да? То есть просто лишает его смысла жизни. Конечно, это ужасно. Но это имеет место быть тоже. И поэтому мы показывали эту ситуацию. А то, что говорится за кадром о том, что такое олени для ненцев, о том, что такое смерть для ненцев и так далее, это то, что было прописано в повестях или же это какие-то результаты, может быть, тех обобщений, которые у вас возникли? Ну, это наши обобщения, но в оригинале там очень много философских отступлений и определенного рода пояснений. Потому что это закрытая форма жизни. И вы приехали туда, не сразу вам все это откроется. И поскольку у нас всего полтора часа, нам надо было успеть, чтобы зритель все-таки какие-то важные моменты понимал, что это такое, что оленя не режут ножом. Мы не стали это показывать. Просто была найдена форма такая, чтобы подходящий момент так скажем, по ходу упомянуть это, чтобы для того, чтобы потом, когда будет там сцена и она видит его после приезда, за ним они его душат. это не показано первопланом. Но зная уже эту фразу, помнили эту фразу, и тогда возникает другое понимание происходящего. То есть это своеобразная подготовка к восприятию потом не очень может быть такого ну скажем так для многих это конечно психологически невозможно видеть как животное там я вот думал что душить не душить но это невозможно просто искусство в принципе не должно этим заниматься. А как это передать? Ну как это передать? Ну была найдена такая форма я не знаю может быть это не самая удачная форма но когда я это сделал то наблюдая за людьми которые это смотрели я заметил что они понимают в этом случае все что происходит то есть это они они сразу замечают когда этого нет текста они это не видят и я не могу ничего с этим сделать поэтому роль текста это такая наводящая это такая вот подсказка которая в нужный момент поможет сработать вашему вниманию вот и все скажите пожалуйста вот еще один из ключевых моментов ну видимо ключевой также это то что детей увозят из тундры в раннем возрасте получается родители с ними длительное время не видится но они видятся вот весь учебный период скажем вот их осенью забирают там уже снег пошел забирают потом на лето их привозят вот они лето там у них три месяца потом снова на весь год практически и они могут жить в этих интернатах хорошо кстати жить учиться все а потом они уже от тундры не хотят туда возвращаться потому что они большую часть прожили уже в других условиях им лучше им интереснее там их отлучили и они уже не хотят возвращаться это большая проблема действительно массовое явление вы видите именно вот так они их ловят они их там те прячутся и в бочках и там и сям и в лесах в общем я столько наслушался таких рассказов у каждого подростка такой рассказ маленькие не хотят уезжать а когда уже повзрослев они не возвращаются туда замкнутый круг ну да а то что вот вы увидели услышали в тундре то что вы говорите вам много рассказывать и так далее у вас возникли какие-то дальнейшие может быть замыслы связанные ну мне хочется вот национальную тематику таких вот народов конечно разрабатывать потому что это все-таки какая-то одна система да они там различаются конечно но система одна мироустройство такое очень мне кажется схожее и одно тянет другое если будет такой материал почему нет я с удовольствием я с удовольствием